Всем привет! Это моя первая выездная съемка. Я сегодня прилетел в город Калининград. Здесь буду общаться с Евгением Валерьевичем Гришковцом, известный драматург, актер, талантливый писатель. Должно получиться интересно. Поехали! Евгений Валерьевич, скажите, куда мы сейчас идем? Мы сейчас пойдем прогуляемся вдоль верхнего озера. А это интересное озеро. Его искусственно сделали тевтонские рыцари. Отсюда они брали питьевую воду и разводили здесь рыбу. Верхнее озеро – Обертайх по-немецки. Вот это часть такого Кенигсберга, которая более-менее сохранилась в том виде, в каком он был. Это когда-то были окраины города, а потом его где-то 150 лет назад стали застраивать. Такой вот готики, которая здесь была, ее не осталось. Осталось немножко псевдоготики, но это по окраинам города. Кенигсберг же называли город-крепость. Он окружен фортами. Вот эти форты более-менее сохранились. Вы из Кемерово. Чем обусловлен вообще ваш приезд именно в Калининград? Я не хотел жить в столице. Я просто знаю, что я человек провинциальный. И для меня жизнь в столице прямо невыносимая. Я вообще не понимаю, как там жить. При этом мне нужен город, не деревня, не какие-нибудь там спящие городки возле моря. Ну, областной центр. Я в таком центре в Кемерово родился, вырос, жил до 32 лет. И мне так надоело в Сибири мерзнуть. Самое главное в Сибири, это не то, что там зимой холодно, а то, что зима длинная. То есть холодно долго. Пойдемте к воде. Лишь бы не холодно, лишь бы недалеко. Владивосток, Сахалин, Камчатка поставляют Москве завтрашние новости. А Москва поставляет Владивостоку вчерашние. Ну, слишком большой разрыв. Я хотел у моря жить, но категорически понимал, что у нас есть гигантская страна с колоссальным побережьем Ледовитого океана. Но туда не хочется. Черное море в виде Сочи. Но для меня вообще хуже места нет, по-моему, чем Сочи. В Сочи накопилось что-то такое пошлое. Там победа армянского сервиса. Это такие люди, которые рассуждали следующим образом. Страна большая. У нас Сочи единственный такой. Вы все равно приедете. Говно поджали, вы все равно съедите. В Сочи я ехать категорически не хотел, но хотел жить у моря. У моря что у нас еще есть? Ну, кроме Мурманска, Архангельска, Питер. Там Финский залив, и там тоже уже все-таки не провинция никак. Я не хотел большой город. Каспий. Ну, условное море. Каспий, какой Каспий? Куда? В Астрахань? Астрахань, арбузы, там что там, рыбы какие-то вкусные. И огромное количество желобья, которые ездят туда рыбачить. Все вот эти вот такие рыбаки, твою мать, ездят туда рыбачить и бухать. Ну, вот тебе и Астрахань. В Астрахани даже снимали хорошее кино, там есть красивые улицы. Вообще есть какая-то, но все-таки такое вот... Нет, да потом Каспий, ну какое это море, ну в самом деле, ну что ты. В сущности, единственное место, про которое можно было бы говорить, там где есть море, причем с военно-морской историей, пусть не российской, не советской военно-морской истории, но все-таки Калининград. И в 98-м году я сюда приехал. До этого я съездил в Краснодар, Ростов, Нижний Новгород. И понял, что это все такие места, которые как-то я не понимаю, как там жить. И я приехал в Калининград, и мне здесь очень понравилось. Мне понравилось здесь огромное количество деревьев, которых я в Сибири не видел. В Сибири очень однообразная растительность. Конечно, есть очень красивые места, но само разнообразие деревьев здесь, оно невероятное. Поэтому я так увлекся садом здесь. Я никогда не думал, что я когда-нибудь увлекусь тем, что буду сажать деревья и разбираться вообще в них. За годы службы в армии, в Тихоокеанском флоте, вам не надоело море, океан? Для меня, например, горы, как пейзаж, непонятно. В детстве и юности вообще никогда не видел гор. Поговорите, что мне делать, я буду делать. А можете чуть-чуть вперед прямо наклониться, можно даже чуть-чуть облокотиться. Три года беспрерывного моря и возле моря. Зимой, летом, все время. Я настолько привык к нему, что я понял, что я не могу жить без моря. Мне его нужно постоянно видеть или ощущать. В Калининграде в самом море нет. Надо ехать 30 километров, как минимум. Здесь вместо голубей на помойках сидят чайки. Ветер приносит с моря запахи. Здесь есть морская среда и много людей, которые связаны с морем. Я ощущаю морское присутствие все время. И потом в центре города стоят корабли, порт. Калининград мне дает то самое ощущение близости к морю, которое мне почему-то оказалось необходимым. Что для вас алкоголь? Я, во-первых, никогда не пробовал никаких наркотиков. Даже самых легких относительно. Ну, нет, разумеется, у меня были случаи в жизни, я попробовал несколько раз марихуану. Но я понял, что это вообще не мое совсем. Потому что я съедаю какое-то нечеловеческое количество еды. И я сам становлюсь сонливым. Мне перебрестает быть весело. Алкоголь же не просто алкоголь. Вот вино – это вино. Водка – это водка. Водка стоит отдельно от другого крепкого алкоголя. От коньяка, от виски, джина. И еще есть коктейли. Я не могу себе представить даже ситуацию, чтобы я выпивал один. У меня дома нет алкоголя. Есть немножко вина. Есть, на случай, если придут друзья. Крепкого алкоголя у меня дома нет, потому что я его никогда не стану дома выпивать. Это связано с общением. И алкоголь нужен не только для того, чтобы опьянения было, но еще вино, водка, остальные напитки и особенно коктейли – это способ управления времени. Пара села и заказала бутылку вина. Помимо того, что это несколько бокалов вина, это минимум 40 минут этим людям не расстаться. Поэтому, когда мужчина заказывает еще одну бутылку вина, он как бы задерживает, он останавливает время. Почему обязательно, когда сидит за столом, особенно мужское, и кто-то опоздал, ему наливают штрафную? Не для того, чтобы его наказать. Просто люди, которые сидели за столом и выпили столько-то водки, они находятся уже в другом времени. Нужно грамм 200 сразу создануть, чтобы вскоре прийти в то же состояние того же времени, движение времени, в каком находятся все остальные. Догнать, условно говоря. При помощи лунгингов можно остановить время. Потому что тебе кажется, что ты, например, какой-то коктейль, если ты заговорился, пьешь бесконечно долго. Если ты хочешь ускорить время, так сказать, нажать на газ и ускориться, бери текилу, ты сразу раз, уже и раз свет. Я убежден в том, что там надо не понижать градус, повышать градус, это все чепуха полнейшая. Смешивать одно с другим можно запросто. Самое главное, не выпивать в плохой компании. Если вы будете в плохой компании, вы будете обязательно нервничать, у вас будет что-то такое, вы не сможете расслабиться, вы будете пить каким-то так... Или будут какие-то лживые люди рядом. Во-первых, вы не получите никакой радости, а во-вторых, с утра будет очень плохо. Не надо пить быстро. Есть такие люди, которые прямо вот одно за другой. А теперь мы идут, а теперь еще... И бах, ты понимаешь, что ты уже не понимаешь, где ты находишься, и все это было бессмысленно. Анкоголь дело серьезное, его надо уважать. Каждую рюмку надо уважать, и каждую рюмку желательно помнить. Невозможно их пить без тостов, а то тост тоже можно произносить искренне, только в той компании, которая хороша. Или приходится что-то говорить фальшивое, бессмысленно, не нужное никому. Это, конечно, великое. Застолье это великое. Грузины, как никто, про это знают и понимают. У меня же есть к завребе вот это. Эта песня родилась из тоста, когда я сказал во время грузинского застолья, когда пели мои друзья, я сказал им, пойте, друзья мои, пойте. Потому что когда вы поете, я дышу воздухом, в котором есть звуки ваших голосов. Я хочу дышать этим воздухом. И пока мы за столом, и пока вы поете, мне хотя бы ненадолго кажется, что я никогда не умру. Вот во время застолья и во время выпивания, правда, возникает ощущение, что мы никогда не умрем, или, во всяком случае, мы в это время точно не думаем о смерти. Вот типичный дом немецкий, довоенный. Здесь стоял точно такой же, но его купили, сломали и сделали вот такой вот все-то, да. Нет, вот этот вот, это такой же дом, какой был у меня, только мы его полностью восстановили. Проходите, проходите. Вы местная достопримечательность. Ну, есть такое. Как вы себя ощущаете так вот? Вот очень спокойно, очень нормально, потому что в других городах у меня обязательно бы уже просили сфотографироваться, а в Калининграде этого не происходит, по той причине, что... А что фотографировать соседа? Я знаю, что я известный человек, никогда не был популярным, но я являюсь известным исполнителем своих спектаклей, писателем, ну, как персонажем. Все-таки меня знают люди, которые ходят в театр, которые читают книги, или смотрят хорошее кино. Что бы со мной ни произошло, что бы ни случилось, я не являюсь предметом интереса для желтой прессы. Ну, вот я помню, мы работали с Сашей Цикало, который, безусловно, всенародно известный человек. И ему, конечно, намного сложнее. С ним невозможно зайти в аэропорт, с ним невозможно пройти по улице. На него показывают пальцами дети и старики, и кто угодно. Это поклонницы царапали меня. Меня все-таки, опять же, из какого-то общего числа знают, условно говоря, люди с высшим образованием. Вот так. Интеллигенция. Не обязательно. Горного инженера на какой-то шахте в городе Прокопьевске даже по внешнему виду трудно назвать интеллигентом. Но фильм «Сатисфакция» и какие-то песни с Макзавреби они слышали. Оружие, не бойся, будет не смертельно. Алкоголь. Как вам вообще перед камерой? Никогда не получается быть естественным перед камерой. Или забыть, что здесь есть камера. Это не бывает, это невозможно. Когда люди пытаются быть естественными перед камерой, они становятся более естественными, чем естественные. То есть это как бы нарочито естественно. Он может быть естественным, только когда он не знает о том, что здесь есть камера. Но это уже не честно. Но есть, конечно, разная камера. Перед камерой в интервью. Но это я. Все-таки это я. По большей части. Конечно, я стараюсь быть лучше, чем я на самом деле. Таким, каким я бываю на самом деле, никакая камера не видела. А в кино я играю кого-то другого. А какой вы на самом деле? Как бы вы себя в трех словах охарактеризовали? Нет, нет, нет. В трех словах, во-первых, это слишком мало. Если про человека можно сказать в трех словах, даже если он сам про это скажет, то еще потом с ним общаться-то. Если книгу можно в одном предложении пересказать более-менее, о чем книга, зачем ее читать? Равно как и кино. Самые лучшие книги, фильмы, вообще лучшие самые произведения искусства, это те, которые невозможно пересказать. Вы, по сути, театр одного актера, по большому счету. У вас не было никогда обидцей стать таким вот худруком? У меня был театр в Кемерово, которым я управлял семь лет. В нем было максимально десять артистов. Мы были довольно известным коллективом, мы ездили по разным фестивалям, и я стал сначала известен московской профессиональной критике, как руководитель этого театра, а уже потом стал знаменит в театре с своим первым спектаклем, как я сел собаку, которому уже 20 лет. Здравствуйте. Когда я закончил с руководством театра, я после этого больше никогда не хотел руководить и не иметь никакого собственного театра. У меня вообще нет подчиненных людей, я никогда этого больше не захочу. Мне не нужно иметь ни театра, ни труппы для того, чтобы делать свое искусство. Мне нравится работать с людьми, но не в качестве руководителя. Как только ты начинаешь руководить, ты начинаешь быть крайне зависимым от тех людей, которыми ты руководишь. А люди имеют свойство навешивать на тебя все свои проблемы, вплоть до семейных, чтобы ты их разруливал для того, чтобы он эффективно работал. Армия вас сломала? Нет. Нет, не сломала. Она нанесла какие-то травмы, которые до сих пор не излечиваются. Там было много унижений. А когда ты переживаешь унижения, это порождает страхи. Не то, чтобы страхи снова-вновь пережить эти унижения, но это, допустим, излишняя чувствительная реакция на то, когда кто-то ведет себя высокомерно или грубо, особенно по отношению не ко мне, а к моим близким. Знание и опыт унижений, и знание того, каким может быть чудовищным человек по отношению к другому человеку, порождает большие страхи в адрес моих детей, чтобы, не дай бог, с ними такого не случилось. Когда мне было 18 с половиной, в один день, как только на меня надели форму, меня лишили юности. То есть я перестал быть юным человеком. Я перестал быть счастливым, веселым, беззаботным, уверенным в себе. И больше этого никогда не вернулось. Мне неоднократно говорил, что если бы я не служил, может быть, я не написал бы того самого спектакля, как я снял собаку, не написал бы каких-то произведений, которые сделали меня известным, изменили мою жизнь в сторону профессионального искусства, но я оставался бы все-таки счастливым юным человеком. Унижение, как жизненный опыт, не нужен никому. Человеку не нужно... Лучше этого избежать. То есть в какой-то степени пресловутый художник должен страдать, чтобы быть плодовитым, в вашем случае сработало? Нет. Ведь у меня же спектакли про службу, они довольно веселые, жизнерадостные. Вы же их сделали нарочито веселыми. Да. Те страдания, которые я испытывал перед тем, как уехать из Кемерово, в период невероятного жизненного кризиса, который переживает, я думаю, что все мыслящие и чувствительные мужчины в своем возрасте, там, 30 с небольшим или 30 лет, это были такие страдания, которые сравнить нельзя с той чепухой, которая у меня была над службой. Те внутренние страдания, которые случаются с мыслящим человеком, переживания, пусть даже в ситуации абсолютной стабильности, ничем не объяснимые, с формально, ну, какими-то практическими смыслами, страдания невыносимы совершенно. Вот с этими страданиями художнику необходимо встречаться, и единственный способ преодоления этих страданий – это создание художественных произведений. И никакого другого способа борьбы с этими страданиями нет. Так смотришь на это его собрание сочетаний, думаешь, он, наверное, и в туалет-то не ходил. Но ему было некогда и нечем. Вы ей очень такую интересную фразу сказали. Каждое произведение автора, творческого человека – это некий манифест. Какой у вас манифест в творчестве? Любовь к жизни и к человеку. У вас очень светлое творчество, прямо очень жизнерадостное, с легкой грустью даже. Нет, не так. У меня нет. Она жизнеутверждающая, но не жизнерадостная. Если вы почитаете мой роман «Асфальт», он вообще рассказ про то, как человек пытается понять причину и суть самоубийства близкого человека. Он пытается в этом разобраться, и понимает, что в этом разобраться невозможно. И там много страданий. Другое дело, что человек жизнь любит. Он продолжает ее любить. Мои спектакли «Дридноут» или спектакль «Шепот сердца» – они жизнеутверждающие, но никак не жизнерадостные. То есть люди смеются на моих спектаклях не от того, что они услышали какой-то юмор. У меня там юмора нет, у меня там нет шуток. Они смеются только по причине того, что они радуются, что они понимают и знают, о чем идет речь. Как это была передача артисту исполнилась? Сто лет. Ты смотрел эту передачу прямо в восторге и думал, всю передачу интересную, прямо вот интересно. А что он ест? Они смеются от радости, а не от юмора. Это разные вещи. И мой роман «Театр отчаяния» он весь наполнен прям такими тяжелыми приключениями, даже страшными и жестокими. Но герой все равно хочет жить. Вот он хочет жить, он не перестает любить людей, не перестает любить себя и свою собственную жизнь. Вот. А сейчас весь сегодняшний контекст литературный, конечно, это пена, это пройдет. Из этих художественных произведений, из этих фильмов, из этих книг, из этих стихов ничего не останется. Мои ровесники, гораздо более юные художники, утверждают, что жизнь говно. А люди тоже говно. Им кажется, что это очень честное высказывание. Жизнь не говно? Я же уже сказал. Я даже не буду повторять это. Все то, что с нами происходит, это все жизнь. Страшные и прекрасные вещи. И смерти родных людей, и рождение детей. Это все жизнь. И предательство, когда тебя предают, и любовь, когда тебя любят. Даже удивительно, когда тебя любит другой человек. Непонятно, это вообще, этому уже нет никакого объяснения. Еще я берусь утверждать, что те люди, которые пишут вот эти отчаянные, маргинальные, жуткие, омерзительные сущности, бессмысленные тексты, сценарии, пьесы, ставят такие спектакли, у этих людей чаще всего нет настоящей подлинной любви к маме, например, к женщине, к детям. Я всегда подразумеваю, что то, что я написал, или то, что я сделал на сцене, может увидеть или прочесть моя мама. Ее огорчить нельзя. То есть нельзя написать плохо, и нельзя написать пошло. И нельзя написать примитивно. Мама может не соглашаться с тем, что я написал. Но это ее не оскорбит. Какие у вас классные веснушки. Особенно на губах. Мне бедные гримеры все время их замазывают, когда снимается кино. Веснушки на губах, это, конечно, уникально. В юности их было совсем много. То есть весной просто сплошная веснушка была. Я общаюсь периодически с Иосилиани. Он такой вообще, можно сказать, вредный дед. В полдень он садится, сидит, а потом просит водки. И он выпивает довольно быстро. Почти ничем не закусывает. Может быть, какой-нибудь кусочек винограда, какой-то хлебушек. Почти бутылку. И становится более-менее нормальным человеком. С ним уже можно разговаривать. Но он такой вредный. Он все время тебя... И такой... Можно же до этого дойти тоже в старости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА